Какой же чудесный вид открывается из комплекса «Царёв сад» на территорию Кремля и собор Василия Блаженного? Пожалуй, только солнышка на небе не хватает, хотя у нас есть своё. Встречайте, обновлённый кроссовер Bentley Bentayga в своём благородном оранжевом цвете. Рестайлинг затронул главным образом экстерьер автомобиля. Британцы освежили радиаторную решётку, передний бампер с воздухозаборниками, сместили фары чуть выше и ближе к краям кузова. Сзади новые фонари в стиле Continental GT, иные патрубки выхлопной системы и спойлер. На 20 мм расширены и колёсные арки. В салоне появилась цифровая приборная панель, перелицованные дефлекторы и обновлённая мультимедийка с доработанной навигацией и поддержкой смартфонов. Добавились новые материалы отделки, а пространство для ног задних пассажиров увеличилось до 10 см. Сейчас принимаются заказы на кроссовер с 4-литровым мотором V8. Поставки машин начнутся в январе. В первой половине следующего года появится модификация Speed с 6-литровым двигателем W12. Не исключено, что однажды британцы привезут и гибрид. Вообще гибридная версия также может появиться и в России. Но, разумеется, анализируя наш рынок, мы должны балансировать, учитывая и прочие обстоятельства. Очень важно, чтобы в стране была инфраструктура для автомобилей такого типа, потому что их необходимо заряжать. Так что мы планируем следить за ситуацией и готовиться к тому, чтобы немедленно вывести эту модификацию, как только появится спрос. За обновленную Bentaygo в простейшем исполнении дилеры просят без малого 15 миллионов рублей. Цена мощной версии Speed пока не объявлена. Посвежевший кроссовер призван укрепить позиции бренда на рынке. Хотя Bentley сегодня и так является лидером сегмента люксовых автомобилей в России. Что касается планов по продажам на будущий год, то мы возглавляем большие надежды на обновленный кроссовер Bentaygo, прием заказов на который уже открыт. И что мы наблюдаем сейчас? Многие покупатели оставили заявки на этот автомобиль еще до того, как его увидели. Это действительно впечатляет. Это закладывает очень хороший фундамент на следующий год. Ходят слухи, что концентр Volkswagen собирается перепродавать нишевые бренды – Bugatti, Lamborghini, Ducati и Bentley. Британцы ситуацию не комментируют, но уверяют, что несмотря ни на что продолжат радовать клиентов, следуя новой стратегии, составленной на ближайшие 100 лет.